Знай себя, следуй за своей страстью, и пусть твоя страсть станет твоей работой, работой, которая будет приносить прибыль, потому что деньги дадут вам свободу и возможность выбора. Узнайте себя, поймите свою тягу и следуйте за ней. Поймите и примите, что на своем пути вы будете совершать ошибки, будете замечать свои слабости. Учитесь на своих ошибках, разбирайте их, чтобы не совершать их в будущем. Я вывел свою формулу. Боль плюс рефлексия равно прогресс. Рефлексия необходима, чтобы узнать себя, узнать свои склонности и слабости. А если вы также знаете сильные и слабые стороны других людей, некоторые сильны в том, что вам не дается, в то время как вы сильны в том, что не дается им. И если вы начнете работать вместе, то это будет самый верный способ прийти к успеху. Нужна мотивация, 10 правил успеха, ваша локация. Привет, я Иван Кармайкл, и я создаю эти видео, потому что вы, вероятно, самый амбициозный человек в своем окружении, но вы знаете, что способны на большее. И я хочу подтолкнуть вас вперед, окружив лучшими из лучших. Сегодня будем учиться у Рея Далио и посмотрим мою подборку его 10 правил успеха. Правило номер два – учись на своих ошибках. Затем вы основали свою компанию. Да. И поначалу у вас шло все потрясающе. 1975 год. Там был я и парень, с которым мы играли в регби. И все шло хорошо, но потом все изменилось. Все верно. И вам пришлось одалживать деньги у своего отца. Да, да, но, знаете, это была очень маленькая компания. Нас было раз-два и обчелся. Мы торговали товарными фьючерсами. Мне все это нравилось. А затем я подсчитал, что в 79-м, 80-м, 81-м американские банки одолжили другим странам больше, чем те способны были вернуть. И я сделал вывод, что мир движется к масштабному финансовому кризису. Дефолт в Мексике случился в 82-м. Уже в 1982-м. И тогда многие обратили на меня внимание. Я думал, что нас ожидает целый набор ужасных экономических потрясений. И я оказался в корне неправ. Все произошло ровно наоборот. Август, когда в дефолте объявили и другие страны, стал самым критичным месяцем для фондового рынка. И я принял решение всех распустить. Я остался один и сказал себе, я должен надеть галстук, сесть на метро и отправиться на Уолл-стрит. Что я никак не мог заставить себя сделать. Я был настолько разорен, что мне пришлось одолжить 4000 долларов у своего отца, чтобы оплатить счета. Но это было лучшее, что со мной произошло. Это было очень болезненно, но это было лучшее, что могло со мной случиться. Потому что это помогло мне обрести смирение, которое было мне необходимо, чтобы сбалансировать мою дерзость. Да и как я мог прийти к успеху, не пережив поражение? Уже потом я изучил, как грамотно управлять портфелем активов, как управлять рисками и так далее. Так что мне был необходим этот удар под дых. Вы вернули отцу ваш долг? 4000 с процентами. Он не просил доли в Бриджвотер? Нет, он был слишком мудр для этого. Правило номер три – развивай невозмутимость. Я думаю, ключ в том, чтобы принимать реальность такой, какая она есть. Думать о ней, как о работающем механизме. Существуют причинно-следственные связи, формирующие окружающую вас реальность. Отвлекитесь от себя. И посмотрите, как работает этот механизм, а затем подумайте, как вы можете с ним воздействовать, чтобы получить то, чего вы хотите. И начинайте невозмутимо это выполнять. Мне очень помогла медитация. Я научился медитации много лет назад. Если вы невозмутимы, и если можете взглянуть на ситуацию как бы сверху, взглянуть с интересом и честно сказать, должно быть, я не совсем правильно взаимодействовал с реальностью вокруг меня, как мне это изменить и как это работает, значит у вас отличный подход к жизни. Правило номер четыре – научись делать записи. После того, как я принял решение, или прямо в этот момент, если я сделаю паузу и выпишу принцип, своего рода рецепт того, как я принял это решение, определю критерии, то мне самому становится яснее. И я понимаю, как это применить в следующий раз. Потому что все в нашей жизни повторяется снова и снова. И на мой взгляд, люди совершают ошибку, смотря на новую проблему, как на первую и единственную в своем роде. Подобное происходило уже множество раз. И если у вас есть принципы, формулы, то, во-первых, они вам самим помогают мыслить яснее. А во-вторых, они помогают лучше взаимодействовать с окружающими. И в последние годы, в последние 30 лет, я этим занимаюсь как раз для того, чтобы лучше взаимодействовать с людьми, с которыми я работаю. Потому что, когда у тебя большая компания, коммуникация выходит на первый план. Мы обсуждаем те или иные принципы и так принимаем решения. И я настаиваю, чтобы люди этим занимались. Есть много замечательных умов, принимающих отличные решения, и мне бы очень хотелось, чтобы они выписывали себе свои принципы. Например, мы тут говорили о Генри Киссинджере и его новой книге о лидерстве. Не просто описывай лидеров. Описывай ключевые элементы, которые делают их отличными лидерами в определенных обстоятельствах. И если мы начнем это понимать, то начнем мыслить на уровне принципов, и нам станет гораздо проще принимать решения. Все перестанет быть слишком запутанным. Это как с биологическими видами. Мы спрашиваем, что это за вид. А не смотрим на изучаемый объект, как на нечто неизвестное. Смотрим, что за вид, и как мне с ним эффективно взаимодействовать. И здесь то же самое. Поэтому я побуждаю всех записывать свои принципы, свои инструкции, чтобы принимать такого рода решения. Правило номер пять. Практикуй медитацию. В 68-м Битлз отправились в Индию. Они там медитировали. Я услышал об этом, а в 1969-м в Нью-Йорке ты просто приходил, приносил цветы, и тебя учили медитировать. И я рекомендую делать это каждому. Это настоящий дар. Вы медитируете каждый день? Да, каждый день. Стараюсь медитировать ежедневно по два раза. Попробуй быстро объяснить. Это помогает освободить ваш разум от мыслей и переводит вас с уровня сознания на уровень подсознания. А именно в подсознании зарождается ваше творчество, самообладание, спокойствие, отличные идеи, и вы обретаете состояние, в котором видите вещи такими, какие они есть, взаимодействуя, так скажем, с объективной реальностью. Вспомните фильмы о ниндзе. Вот это такое состояние ниндзе, когда все как будто замедляется, и вам проще со всем справиться. Вы согласуете свое подсознание, откуда исходят ваши эмоции и ваше вдохновение, с вашим сознанием. А когда они равномерно взаимодействуют, вы обретаете самообладание и ясность. Правило номер шесть – знай свою природу. Я считаю, что прежде всего нужно знать свою природу. Нужно исследовать ее. Под природой я подразумеваю, есть ли в вас дух приключений, или вы предпочитаете безопасность. Вы экстраверт или интроверт, и так далее. Изучение самого себя крайне важно. Плюс, я считаю, что тот, кто тебя окружает, и то, где ты находишься, гораздо важнее того, что ты делаешь. Потому что на ранней стадии принципиально важно именно исследование, экспериментирование. Вот ты, скажем, на три года уехал в Индию, и ты исследовал, есть ли в тебе дух приключений, использовал эту возможность. Но так ты исследовал не только себя, но и изучал варианты выбора. И впоследствии ты уже смог понять, к чему у тебя есть тяга. Ты не запер себя в ловушку. Многие говорят, я не могу этого сделать. Моя работа мне не позволит. Но это очень глупая концепция, потому что у нас всегда есть свобода выбора, даже в очень строгих обстоятельствах. Это арка жизни. наслаждайся свободой выбора. Ты можешь быть в любой точке мира, можешь заниматься практически чем угодно. Дерзай, экспериментируй и двигайся дальше. Правило номер семь. Делись знаниями с другими. Чем просто дать человеку рыбу, лучше научи его ее ловить. Можно, конечно, дать и то, и другое, и теоретические знания, и практику, но способность быть продуктивным, если я могу передать тебе способность ориентироваться в мире, это как выход в джунгли. Я даю тебе нож. Сможешь выжить в джунглях? И если я смогу передать тебе эту способность, это будет лучшее, что я вообще смогу тебе передать. Поэтому я и написал книгу. Я описал принципы, которые я годами использовал, и которые мне хотелось передать людям. Ведь это самое важное. А если у вас есть деньги, вы можете помогать людям множеством способов. И это потрясающе. Назовите три самых важных навыка, которые необходимы людям, пока еще не обеспеченным финансово, но которые хотят это исправить. Каким навыком им стоит овладеть, на ваш взгляд? Помню, много лет назад я смотрел фильм Дэвид Копперфильд, и в одной сцене Уильям Клод Филдс говорит Дэвиду что-то вроде «Я выражу это в долларовом эквиваленте». Ты зарабатываешь сто долларов, но тратишь сто пять. Это нищета. А если ты зарабатываешь сто долларов, а тратишь девяносто пять, тебя ждет хорошая жизнь. И на самом деле я знаю очень многих людей, которые много не зарабатывают, но при этом хорошо живут. Если мы посмотрим на базовые нужды, что это? Кров над головой, возможность поесть и поспать, получить образование. Я думаю, что большинство людей могли бы придерживаться позицией здорового оптимизма. И если вы это делаете, умеете не терять позитивный настрой, то вы уже победитель. Это самое главное. Второе это понимать, что вы будете делать дальше, что вам нужно, во что вы будете инвестировать. А далее избегайте следующих ошибок. Самая большая ошибка в инвестициях думать, что инвестиция, которая оказалась выигрышной, это хорошая инвестиция. Умные вкладчики не делают ставку на акции, которые хорошо себя показали, выросли в цене, а конкурируют с ними, а наивные вкладчики покупают то, что уже выстрелило, и неразумно делают ставку именно на это. В этой связи я хочу сказать вот еще что. Очень важно учитывать еще одну вещь диверсификация. Не клади все яйца в одну корзину. Точно, потому что прежде всего я выяснил, что все инвестиции конкурируют между собой, и довольно сложно сказать, какая инвестиция лучше другой. Если бы это было так просто, то все бы этим занимались и зарабатывали кучу денег. Но это очень конкурентная игра, в которой не так-то просто побеждать. Определить лучшую инвестицию задача не из легких. Можно консультироваться с экспертами, экспериментировать, но в итоге ты выяснишь, что выбирая ту или иную инвестицию, ты толком не сможешь объяснить, чем она лучше или хуже. Таким образом, даже определить лучшую и самую надежную не так-то просто. А если вы наивны, мы ежегодно тратим сотни миллионов долларов на одни только будете конкурировать с нами. Конкуренция на рынке еще более жесткая, чем конкуренция на Олимпийских играх. Ведь вряд ли вы с легкостью примите решение составить спортсменам конкуренцию на Олимпиаде. Есть слишком много людей, которые гораздо сильнее стараются, чтобы достичь этой цели. Так что это заведомо игра с нулевым исходом. Но диверсификация снизит ваш риск, не снижая доходности. Так что нужно научиться грамотно диверсифицировать. Критически важно. В итоге я бы сказал первое, разумно распределяйте свои расходы, второе, отдавайте себе отчет в том, чего вы не знаете. Не покупайтесь на топовые предложения, только потому, что вам кажется, что они супернадежны. И учитесь диверсифицировать. Вот это самое главное. Правило номер восемь используйте циклический процесс. Знайте свои цели и что вы будете делать после их достижения. Вы можете иметь почти все, чего вы хотите, но вы не можете иметь всего, что хотите. Поэтому вам нужно расставить приоритеты и двигаться в этом направлении. Но пути к вашим целям вы будете сталкиваться с личными проблемами и обстоятельствами. Так что шаг номер два определить и понять ваши проблемы и обстоятельства. Шаг три диагностировать их и докопаться до корня проблемы. Они могут быть разные, но обычно причина в ваших слабостях или слабостях других. И тут важно быть объективным. Как только вы это сделали, переходите к четвертому шагу. Как действовать с учетом этих проблем. И после того, как вы определили, как действовать, внедрили этот план, вам важно его придерживаться. И это позволит достичь вам гораздо лучших результатов. Я называю это циклическим процессом. Эволюционным циклическим процессом. Просто делайте это и спустя какое-то время вы приноровитесь и будете уверенно двигаться в желаемом направлении. Правило номер девять пойми шаблон. Есть три вещи, которых раньше не было в моей жизни, но о которых мне пришлось узнать и которые сейчас я учитываю. Создание огромного долга и его монетизация, то есть финансовая сторона. Второе внутренний конфликт. Популизм правых и левых, огромная разница в доходах и так далее. Я люблю все измерять и предлагаю взглянуть на 1900 год, чтобы осознать степень конфликта. И данный конфликт, я считаю, угрожает нашей системе, демократии и может вызвать гражданскую войну. И третье, подъем мощной силы и проверка на прочность существующего мирового порядка. Три эти вещи опасны сами по себе, но в совокупности они еще опаснее. В совокупности они происходили с 30-го по 45-й год, и мне нужно было увидеть и понять эти вещи, эти шаблоны, их механику на разных примерах, и затем объяснить, почему мы переживаем такое критическое соединение, и что нам с этим делать. Да, все можно измерить, и Соединенные Штаты сейчас по этим показателям занимают довольно шаткие позиции, в то время как Китай напротив стремительно набирает силу. И это проблема. Это не обязательно фатально, но это создает определенную ситуацию, которую, я надеюсь, мы преодолеем. И правило номер 10 заключительное перед бонусным видео откладывай вознаграждение. Я хочу отметить, что есть большая разница в возможностях. Предположим, у нас есть два человека с примерно равными возможностями, и они собираются что-то сделать. Думаю, вы знаете тест с зефирками. Когда вы говорите ребенку, ты можешь съесть одну зефирку прямо сейчас, или получить две зефирки, через 15 минут. Если ты откажешься от первой. Да, верно. Как только вы начнете осознавать, что отложенное вознаграждение будет лучше, выгоднее, и так далее, и посчитаете, сколько дней, недель, месяцев, лет, я смогу прожить, если пока не буду получать прибыль, и начнете фокусироваться на этом, это будет первый шаг. Как в тесте с зефиркой. Я предпочту подождать, сберечь. Начинать нужно с этого, но тогда возникает вопрос, сберегать в чем, и тогда вы потихоньку начнете видеть разницу. Начнете думать, мне выбрать это, или выбрать то. Начнете извлекать какой-то опыт, начнете учиться, и вот тогда как раз-таки все изменится. В 2014 году мой сын дал мне книгу Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой». Там он описывает все эти вещи. Он говорит, что все переживают падение, испытывают разочарование, и у вас либо наступает прозрение, либо нет. Либо вы говорите «нет, я больше не собираюсь этим заниматься», и сдаетесь, отказываетесь от смелых целей, либо вы развиваете смирение, признаете свою ошибку. Я считаю, что очень важно находить самых умных людей, которых я только могу найти, и которые не будут со мной согласны. В инвестиционном бизнесе всегда необходимо другое мнение, иначе вы просто не сможете зарабатывать, и вы должны уметь спорить и отстаивать свою точку зрения. И в бизнесе в целом это также необходимо. То есть вы либо развиваете смирение и учитесь, либо уходите из этой сферы. Подавляющее большинство людей считает, что они смогут победить в игре с нулевой суммой, делая ставки против консенсус-прогноза. Понимаете, о чем я? Другими словами, такие инвесторы говорят «Я выйду на биржу и заработаю деньги». Пытаются победить, делая ставки против консенсус-прогноза. Да, консенсус-прогноз уже заложен в стоимость. Так и есть. Все это можно сравнить со скачками. Там есть гандикапы. Не обязательно выбирать лучшую лошадь, как и лучшую компанию. Ставка на худшую компанию может стать более правильным выбором, чем ставка на лучшую. Выбор худшей компании, как и худшей лошади, может быть оказаться более выгодной инвестицией, потому что шансы меняются. Допустим, ты поставил на бесперспективную лошадь, и она победила. Ты выиграл 25 к 1. Можно с одинаковым успехом делать ставку как на бесперспективную лошадь, так и на лидера. И шансы будут примерно одинаковы. Иначе все на бирже бы поступали иначе. Другими словами, если все уверены, что у некой компании нет шансов, все делают ставку именно на это. В итоге цена акций становится высокой, поэтому не обязательно ставить на лучшее, а на то, стоимость, чего ты можешь предугадать. Это главный посыл, который я хочу передать с помощью своих принципов, формул и прочего. очень много людей имеют убеждения, которые могут быть ошибочными, но они слишком к ним привязаны. Если вы знаете, как действовать в случае некой неопределенности, если способны подвергать свою точку зрения сомнениям, способны приглушить свое эго, то вы сможете многое узнать о преумножении своих возможностей оказаться правым. С этой целью я нашел умнейших людей, каких только мог, которые не разделяли мои точки зрения и которые со мной дискутировали. Вы должны знать, что делать дальше. Вы можете иметь почти все, что хотите, но не можете иметь всего, что хотите. А для этого вы четко должны знать и понимать свои цели и ценности. Две важных задачи. Научиться согласованности, центрированности внутри самого себя и научиться преодолевать свое эго. Барьер слепой зоны. Мы знаем, каким эго может быть барьером. Я должен быть прав, несмотря ни на что. Преодолеть барьер слепой зоны значит осознать, что люди смотрят на вещи по-разному и буквально видят разные вещи. Кто-то видит большую картину, кто-то фокусируется на деталях. Мы фокусируемся на разных вещах. Это как световой спектр. Вам нужно осознать, что вы видите одну часть спектра, а другие люди видят другую. И что вам нужно объединиться, чтобы видеть всю картину. Потому что большие вещи не делаются в одиночку. Для этого важно посмотреть на все со стороны. Стать объединяющим звеном и разобраться, в чем ты хорош, а в чем нет. Если ты хочешь, чтобы твоя жизнь была успешна, то делать определенные вещи ты себе просто не позволишь. Просто потому, что у тебя это не получается. Когда вы сформируете такую картину, то сможете найти выход из любой ситуации, потому что вы станете открыты для всего, сумев преодолеть свое эго и барьер слепой зоны. Я должен пояснить, что значит принятие решений, исходя из здравомыслия. Отлично. Обычно принятие решений происходит одним из двух способов. Первое решение принимает начальник. Авторитарный способ. Точно. Он оценивает все нюансы и выносит решение. Или демократический. Один человек, один голос. Но на самом деле лучший способ принятия решений, исходя из здравомыслия. Приведу пример. Если вам нужно решить, скажем, как вылечиться, как вы будете это делать? Вы будете думать, как найти лучшего доктора. Консультироваться со специалистами. Да. Один подскажет одно, другой другое. Один профессионал в одной сфере, другой в другой. Это поможет нам определиться, исходя из здравомыслия. В данном случае, из общей убежденности. Мы все помогаем друг другу и своего рода распределяем очки здравомыслия, достоверности по разным ячейкам. Скажем, у вас больше опыта в сфере инвестиции или в бухгалтерии. Соответственно, здесь у вас будет больше очков достоверности. И вы вместе с командой будете обсуждать разные варианты, осознавая свою зону ответственности. а далее будете принимать решение, основываясь на общей сумме таких очков достоверности. И вы будете уверены, что такое решение будет лучше, нежели чем, если бы вы принимали его самостоятельно. Медитация лучший дар, который я могу передать. И это главное, что привело меня к успеху. Сейчас объясню почему. Смотрите, мы считаем, что чего-то хотим. Но на самом деле, согласно нейронауке и психологии, разные части нашего мозга хотят разных вещей. Есть логическая часть нашего мозга, сознательная часть. И вы считаете, что мыслите логически принимает то или иное решение, но есть еще и подсознание, которое имеет дело с эмоциями и которое от нас сокрыто, но при этом влияет на нас больше, чем логика и сознание. И они не согласованы между собой. Так что когда вы испытываете боль или влияние эго, барьер эго и барьер слепой зоны вот что нужно научиться преодолевать. И если вам это удастся, то вы сможете достичь чего угодно. Вы будете знать, что вам не нужно все решения принимать самому. Вы сможете воспринимать мнение других, чтобы решать возникающие задачи наилучшим образом. Осознайте, что все мы боремся с самими собой и толком не знаем, что нами руководит. А медитация как раз таки и помогает согласовать две эти вещи. Вы используете компьютерные алгоритмы, которые помогают вам ориентироваться на рынке? Да. Алгоритмы, раньше мы называли их формулами. И с их помощью я могу сказать, как это решение сработало бы в прошлом в различных условиях. Это очень расширяет мою перспективу. Я могу протестировать его во времена Великой Депрессии и так далее. Используя тот же алгоритм, я могу взять необходимые сведения, ввести в компьютер и посмотреть, какое решение он выдаст параллельно со мной. И я рекомендую всем записывать свои принципы. Тем более, что все они могут быть преобразованы в алгоритмы. Таким образом, я могу принимать решение параллельно с компьютером как с партнером. И такой подход невероятно ценен не только с точки зрения качества принятых решений, но также с точки зрения отношений с людьми, с которыми я работаю. Умение диверсифицировать портфель, это, пожалуй, один из важнейших навыков. Многие люди этого не понимают. Это один из принципов вечно зеленых? Да, это вечно зеленый принцип. И к чему я это говорю? К тому, что это похоже на то, как казино зарабатывает деньги. Здесь главное иметь преимущество. И когда тебе нужно сделать ставку, ты соперничаешь со всем миром, а у мира есть своя точка зрения на все, и это отражается в цене. Поэтому, когда я делаю для себя вывод, что на это стоит ставить, а на это нет, я соперничаю со всем миром. Это сложно. Чаще всего я правильно угадываю, но иногда ошибаюсь. И когда ты делаешь множество различных ставок, ты можешь, как в казино, отбить свою ставку, снижая тем самым риск. Или ты можешь сразу играть за столом с невысокими ставками. Но я могу уменьшить процент риска, не снижая сумму возможного выигрыша при помощи диверсификации. Я подсчитал, что в 79, 80, 81 американские банки одолжили другим странам больше, чем те способны были вернуть. И я сделал вывод, что мир движется к масштабному экономическому кризису. Дефолт в Мексике случился в августе 82-го. И тогда многие обратили на меня внимание. Я думал, что нас ожидает целый набор ужасных экономических потрясений. И я оказался в корне неправ. Август 1982-го стал самым критичным месяцем для фондового рынка. И я принял решение всех распустить. Я был настолько разорен, что мне пришлось одолжить 4 тысячи долларов у своего отца, чтобы оплатить счета. это было очень болезненно. Но это было лучшее, что могло со мной случиться. Потому что это помогло мне обрести смирение, которое было мне необходимо, чтобы сбалансировать мою дерзость, преодолеть страх ошибиться. И именно это помогло мне выработать свой подход к принятию решений. Друзья, если вам понравилось это видео, то вы, возможно, захотите посмотреть и другие видео об успешных людях. Подписывайтесь на канал и вы увидите то, что вдохновляет меня в других и что я применяю в своей жизни и бизнесе. И оставляйте свои комментарии внизу.